Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Не забывайте подписываться. Для вас эта мелочь для меня безумно приятно. В общем, я заказала себе шашлычок, пицца кусочек и сама приготовила салат оливье. Приготовила очень много, мне уже некуда девать его, реально я столько не съем. Тем более я снимаю мукбанки, и в каждом мукбанке я же не могу ставить оливьешечку. Ну, очень вкусно получилось, я очень люблю сама готовить оливье. Потому что я добавляю всего столько, сколько мне хочется. Но шашлычок так мне не особо, если честно понравился. Это всего одна порция, получается очень мало. Мне сказали, что одна порция это один шампур, а здесь всего 5 кусочков, 4. Ну, что куча хлеба положили. И на этом спасибо. Вкусно. Подготовила вопрос. Вопрос задает Ксения Евгеньевна. Ксюша, тебе огромный привет. Здравствуйте, Айка. Смотрю ваше видео, очень нравится. Хотелось бы поделиться своей историей. Дело в том, что я 7 лет живу с мужчиной в одной квартире. Мы любим друг друга, у нас все замечательно. Но, к сожалению, он не хочет делать мне предложение. Уже и шантажировала его, что только не говорила. Хочу детей и семьи, а он не хочет. Он говорит нам и так хорошо вместе, зачем эти все обременения нам нужны. К сожалению, мне кажется, сейчас это частая проблема, что мужчины хотят свободу. Я, естественно, не могу вам указывать, как правильно делать, как действовать. Я всего лишь могу выразить свое мнение. Я считаю, если мужчина, как стена, не стоит за вами, если мужчина не дает вам уверенность в вашем завтрашнем дне, тем более 7 лет вместе, это очень большой срок, на мой взгляд. И одно дело, девушку это все устраивает, а другое дело, девушка хочет семью, хочет детей. Я бы на вашем месте просто ушла от такого мужчины. И не нужно его не шантажировать, ничего. Можно подумать, семья только вам нужна, а ему это не надо. Все равно у женщины есть продуктивный возраст, когда она может благоприятно родить ребенка без никаких осложнений. Одно дело, вы одинаковые во взглядах. И вас это устраивает, и его это устраивает. А другое дело, вам это все не нравится, но вы вынуждены под него подстраиваться. У меня у двоюродной сестры прям вот в Баку была ситуация с подругой. Получается, ее подруга встречалась со своим одногруппником. Они учились вместе в медицинском. Семь лет. И она-то думала, их отношения приведут к свадьбе, к какому-то развитию. Но, к сожалению, в конце он сказал, что выходи замуж за кого хочешь. Я не готов. Я тебя люблю, но в то же время я не готов лишаться свободы. Не хочу всю эту семейную жизнь, эти проблемы. Она его долго уговаривала. Пыталась поменять его взгляды на жизнь, показать, как же круто все-таки семейная жизнь. И я смотрела недавно психолога, которого просто обожаю. И она говорит, что вот, чтобы подтолкнуть мужчину на брак, нужно показывать ему, не знаю, свадебное платье или примеры, что вот тот женился, этот... Блин, мне кажется, это нифига ничего не работает. Ему пофиг. Если он этого не хочет, он это не сделает. Тут вопрос больше к вам. Готовы ли вы пожертвовать своей молодостью, своим временем и просто проводить его с ним, не получая взамен ровным счетом ничего? Никаких гарантий, никаких обязательств. Ну, я, например, раздражает, когда мужчина на первом свидании сразу начинает говорить про семью, про какие-то ценности, что вот он хочет на мне жениться. На первом свидании это как-то неуместно, на мой взгляд. Но когда проходят годы отношений, уже в течение года у вас нету таких разговоров, это должно как минимум настораживать. У нас как было? Естественно, мой молодой человек пока что мне не делал предложения, но у нас постоянно идут разговоры на тему того, где мы будем жить, чем мы будем заниматься. Всегда идут разговоры по типу мы, не то что я. Я сделаю это, я сделаю то. Я сделаю то. Я хотя бы понимаю, что человек не против брака, любит детей, хочет детей. И в этом плане, как бы, уверена в нем. Но у меня до этого тоже были отношения, так скажем, ухажеры, которые пытались добиться моего внимания, в то же время говорили, ты знаешь, мне от жизни ничего не надо. Главное, это сегодняшний день. Вот эта семья и вся эта рутина, она мне не нужна. Живем здесь и сейчас, а что будет потом, узнаем потом. У меня никогда такой расклад не удовлетворял. То есть сейчас я не знаю, что будет. Посмотрим. Походу мы поймем. Поэтому как-то так. Помидор какой был вкусный. Перчик. Он обгорел прям в ноль. Если за семь лет у вас уже были разговоры на эту тему, вы уже шантажировали его уходом, то надо просто это горе пережить и жить дальше и жить дальше, идти дальше. Бывают и девушки, которым это все не нужно. просто живут сегодняшним днем и дальше этого им ничего не интересно. Но обычно эти девушки встречаются с мужчинами и тратят свое время не просто так. Они находят обеспеченных мужчин, которые прокладывают им дорогу в шоу-бизнес или открывают какой-то бизнес. Как говорит всегда моя бабушка, мужчина вагон времени. У нас есть сосед, который завел ребенка в 80 лет или в 75. В общем, он был очень уже пожилым человеком и завел ребенка. А на минуточку, в таком возрасте женщина может завести ребенка? Нет. Продуктивный возраст женщины заканчивается. Я, конечно, вам не кто, чтобы давать какие-то советы и указывать на ваши ошибки. Но я просто вам советую, как бы это сделала я. Для меня, например, семейные ценности это очень-очень важно. Если человек не знает, чего он хочет или то, что он хочет, не сходится с моими желаниями, с моими взглядами, то до свидания. Этот кусочек оставлю, пожалуй, Твиксику, своему сыну. Что-то маловато заказала. Нам всегда, когда мы любим, когда у нас есть чувства, нам кажется, что все. Лучше этого я точно себе никого не найду. Так как я любила его, уж точно я больше никого никогда не полюблю. Но на самом деле это полнейшая чепуха и бред, потому что вспомним, давайте, все наших бывших. По кому-нибудь мы скучаем? Нет, конечно. А значит, что любая боль, она проходит. А возможно, после того, как вы уйдете, он поймет, что он совершил ошибку. Я поела, наелась, было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пишите свое мнение в комментариях, были ли вы в такой ситуации, и что вы делали, как подталкивали мужчин на создание семьи. Всех люблю. Пока.